Вратарь хоккейной команды «Армада» Денис Киселев в необычном для себя амплуа. Сегодня он сажает деревья на акции «Лес Победы» вместе с Андреем Ивановым. Глава Одинцовского района метко отмеряет лунки, в которые отправляются двухлетние сеянцы сосны. При посадке важно сохранить корни сеянцев влажными, а после плотно притоптать землю. Я прошел инструктаж, я проникся в это. С первой посадки у меня все получилось. Я посадил штук на 10 и уже начал инструктировать других людей, потому что я уже понял, как это все делается. Этот участок Хлюпинского лесничества близ деревни Чигасова сильно пострадал от края до типографа. Лесной массив на территории почти 5 гектаров был уничтожен вредителем. В этом году решили восполнить потерю экологической акции. Леса гибнут еще со времен Великой Отечественной войны. Одна пятая часть леса в Подмосковье была уничтожена во время военных событий. Потом леса подсаживались, вырастали. И вот в последнее время появилась еще одна трагедия для экологии. Это жук-караед типограф, который уничтожил много леса в Подмосковье. Вот здесь как раз происходила санитарная вырубка. У нас в целом в районе подготовлено 110 площадок для проведения акции. И две из них на территории Гослесфонда. Вот одна из них в размере почти 5 гектар здесь, в Чигасово, где мы с вами находимся. Поэтому на всех точках есть и саженцы, и материалы. Более 120 тысяч саженцев будет посажено в Месовском районе. И где-то 2,5 тысячи саженцев как раз в скверах, во дворах и в наших парковых зонах. Лесники подготовили 80 борозд, большинство протяженностью 290 метров. Вооружили участников перчатками, сеянцами и специальными лопатами. Меч Колесова – незаменимый инструмент при посадке деревьев с открытой корневой системой. Изобретение столетней давности не имеет аналогов. Форма конуса сделана специально, чтобы он заходил в землю. И эта часть у него более тяжелая, примерно раза в 2,5, чем вся остальная часть. Сделана тоже специально, чтобы он легче входил в землю. Чтобы меньше человек усилий прилагал на него. Особенно если почва сухая, суглинистая, глинистая. Экологическая акция в Чегасово собрала небывалое количество участников. Школьники и студенты, общественники, жители района, педагоги, спортсмены. Каждый стремился внести свой вклад в будущий Лес Победы. Чтобы было где гулять нашим детям. Чтобы не было вот таких пустых полей, а чтобы были красивые елочки, березки. То есть это украшение нашей Родины, это украшение нашей страны. Молодежь с удовольствием работает. Можно же время посвятить одному, у всех тренировки. У всех соревнования. Но люди пришли и сделали свое дело. По маминой линии дедушка, он получается был в тулу врага. И это все, что касаемо 9 мая, это очень грустно. Но в то же время хочется гордиться своими прадедами, своим дедушкой, бабушкой и все. Это очень сложно на самом деле было. На этом участке Хлюпинского лесничества к посадке были подготовлены свыше 15 тысяч сеянцев. Две трети которых, по словам специалистов, обязательно приживутся. А прогуляться по молодому лесу Победы можно будет лет через шесть, когда высота деревьев будет чуть больше метра. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.